дорогие друзья всем привет не поверите я сегодня впервые за время существования канала teach in line pro нахожусь в программе skype да представьте себе что несмотря на массовый переход преподавателей коучи тренеров в программу зум переход в котором мы с вами участвовали активно последние три месяца и многие из вас тоже осваивали и успешно освоили зум для проведения своих занятий вот несмотря на популярность зума skype по-прежнему существует и по-прежнему остается удобной и функциональной программой для проведения онлайн занятий в этом видео я не буду подробно рассказывать как вести онлайн урок в программе skype но кстати если вам было бы интересно увидеть такое видео в моем канале обязательно напишите мне в комментариях хочу такое видео и если таких комментариях наберется какое-то количество я с удовольствием такое видео сделаю а сегодня я вам расскажу про три возможности skype про которые на самом деле не все знают но две из них действительно относительно новые а одна из них новая оказалась для меня во первых skype тоже появилась возможность виртуального фона да точно так же как в зуме конечно работает тоже с нюансами но она есть и я вам про нее расскажу второе есть возможность делать размытый фон такой фон который увидеть сейчас у меня за спиной и в третьих я вам расскажу как можно регулировать размер шрифта в чате и расскажу также почему это иногда может быть полезно с вами канал течен лайн про это канал об инструментах онлайн преподавания меня зовут монакина оля не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на уведомления и поехали исследовать skype и так для начала давайте посмотрим как сделать размытый фон удобная штука если вы не хотите во всех подробностях показывать свою квартиру свой интерьер то есть вот сейчас например я намеренно не ставила себе никакой виртуальный фон я сейчас сижу в своей рабочей студии где я записываю видео вы видите какие-то очертания но подробности моей комнаты вы не видите для сравнения покажу как это выглядит если размытого фона нет для этого я открываю боковую панель навожу мышкой на свое изображение вот здесь вот и здесь выбирая настройки и в настройках я выбираю звук и видео и вот здесь вот видите самая первая опция это размытие фона сейчас она у меня включена если я ее отключу теперь вы видите очертание моего интерьера уже во всех подробностях никакого криминала конечно там тоже нет но мне лично больше нравится размытая функция более того я видела как это выглядит у моих учеников которые тоже активно эту опцию используют и действительно очень приятно смотреть не отвлекаешься на то что происходит за спиной у собеседника и лучше качество самого изображения вот смотрите я сейчас обратно включила функцию размытого фона и согласитесь что очертания человека на первом плане выглядят четче знаете получается такой же эффект как при портретной съемке на широкую диафрагму когда очертание портрета четкая а сзади размытый фон насколько мне известно эта опция сейчас доступна практически на всех устройствах которые работают на windows и которые работают на mac ios сразу оговорюсь что те функции о которых я сегодня рассказываю речь идет только о компьютерной версии skype мобильных версиях этих функций к сожалению нет теперь что касается виртуального фона виртуальный фон у нас устанавливается там же где и размытие фона а именно мы опять идем вот сюда настройки звук и видео и вот здесь вот видите я могу выбрать какие-нибудь картинки у меня какие-то картинки здесь уже есть ну например вот такая вот эту картинку я уже добавила заранее сейчас я вам покажу как можно добавить какую-то другую картинку идем сюда выбираем настройки звук видео и вот здесь вот я нажимаю на знак плюс и у меня здесь уже заготовлена картинка вот она и даже как вы можете видеть вполне сносное качество виртуального фона точнее меня вырезаны на этом виртуальном фоне особенно если не очень активно шевелиться потому что если начать активно жестикулировать там я не знаю шевелить волосами то какие-то части тела будут пропадать но при хорошем освещении получается вполне хорошая картинка насколько я могу судить по количеству просмотров своего видео про виртуальный фон в зуме виртуальный фон действительно пользуется огромной популярностью и скорее всего вы захотите его попробовать сразу хочу сказать что какой-то внятной информации технической как с тем же зумом да о том на каких устройствах виртуальный фон skype работает на каких не работает такой информации я не нашла та информация которая опубликована самим skype я вам сейчас ее покажу и сейчас я вам вывела на экран официальную информацию да это сайт skype поддержка skype где рассказывается как раз об этой новой функции и здесь мы видим следующую информацию да что во первых виртуальный фон skype поддерживается на компьютерах работающих на windows mac или linux из ограничений здесь я вижу два ограничения что skype для windows 10 версия 14 поддерживает только размытие фона то есть не поддерживает функцию виртуального фона и здесь в самом конце также есть информация а точнее ответ на вопрос почему может не работать функция размытия и виртуального фона в skype и ответ на этот вопрос звучит так что размытие виртуальный фон работает только на устройствах которые поддерживают вот этот вот advanced vector extension 2 avx 2 честно могу сказать я не эксперт в процессорах но могу предположить что точно так же как и с виртуальным фоном зуме чем мощнее процессор вашего компьютера тем больше шансов что эти функции у вас будут работать поэтому как вы понимаете мое дело вам показать что эти опции есть а как они будут работать и будут ли работать вообще на вашем устройстве здесь я гарантировать не могу самый простой способ это открыть skype на своем компьютере проверить но перед тем как идти проверять если у вас эти функции обновите программу skype особенно если вы давно ей не пользовались или давно ее не обновляли обновите частности когда я узнала что эти функции в skype есть пошла проверять ничего у меня не отображалось ничего не было видно хотя я знаю что у меня мощный процессор и что по идее не должны быть я обновила приложение после этого все заработало сейчас я вам покажу как обновить приложение вы идете вот сюда наверху skype и здесь у вас есть такое поле проверить наличие обновлений нажимаете у меня как вы видите написано установлена последняя версия skype ну потому что я ее установила совсем недавно если у вас здесь будут доступны обновления у вас начнется обновление после этого программа перезапустится то есть она выключится и включится заново это что касается обновлений и что касается фона еще могу вам показать что если вдруг вы в процессе звонка решили что-то поменять убрать фон например или поставить другой то вы можете это сделать очень просто вы просто кликайте правой кнопкой мыши по своему изображению вот как я сейчас сделала и здесь выбираете выберите эффект фона и вот это поле которое мы с вами заходили до этого она у вас здесь появляется здесь вы можете поменять фон или сделать размытый фон или вернуть или поставить какой-то новый это что касается фона и последний пункт про который я хочу вам рассказать он касается чата я вам сейчас расскажу как удобнее пользоваться чатом чтобы раз вам было удобней два не так было тяжело для глаз и б чтобы хорошо выглядеть сейчас поясню смотрите если вы никак не на настраивали вручную чат да вот я его открываю смотрите здесь достаточно мелкий шрифт я нахожусь от монитора на приличном расстоянии где-то между мной и камерой наверное сантиметров 50 и если я открываю чат и начинаю что-то здесь писать да допустим какие-то слова выражения я буду отправлять своему ученику чтобы мне видеть без напряжения то что там написано и если я хочу оставаться на таком же расстоянии от веб-камеры такой мелкий шрифт мне читать сложновато у меня не стопроцентное зрение и я ношу либо линзы либо очки и особенно когда за компьютером сидишь целый день и несколько занятий подряд глаза устают такой мелкий шрифт вызывает дискомфорт поэтому неизбежно если вы оставляете этот шрифт таким же мелким вы начинаете в какой-то момент урока наклоняться сматриваться там что-то читать а ваш ученик вместо того чтобы сосредоточиться на уроке или на том что вы пишете он периодически наблюдает значит ваш нос крупным планом или глаз когда вы наклоняетесь и пытаетесь что-то здесь напечатать вот чтобы избежать этого чтобы сохранить лицо хорошо выглядеть и чтобы не ломать глаза шрифт можно просто сделать крупнее сейчас я покажу как это делать для этого я иду вот сюда же в skype открываю параметры здесь я выбираю сообщение и здесь у меня есть размер текста сейчас у меня стоит обычный я могу сделать крупный могу сделать крупней но давайте сделаем самый крупный и пожалуйста согласитесь гораздо комфортнее для глаз у вашего ученика при этом остаются его настройки а это вы просто делаете для своего удобства и тем самым вы можете оставаться на приятном для вас и для вашего ученика расстояние хорошо выглядит и печатать не наклоняясь к экрану не вчитываясь и не ломая глаза например я печатаю и я вижу прекрасно что написано без ошибок все хорошо вот на этом я заканчиваю свой небольшой обзор не самых известных возможностей skype надеюсь вы все попробуйте у вас все получится все заработает и не забудьте написать мне в комментариях если вы хотите более подробный обзор skype в качестве инструмента для онлайн преподавания программа очень простая возможно проще только созвониться по телефону с учеником но тем не менее в ней есть достаточно функционала чтобы проводить полноценные интересные онлайн занятия поэтому возможно мой опыт вам пригодится если у вас нет опыта работы в скайпе но вам бы хотелось попробовать напишите об этом в комментариях я сделаю для вас видео на этом я с вами прощаюсь с вами был канал touch онлайн про меня зовут оля монакина до скорой встречи пока пока